Братья и сестры Моя сегодняшняя тема называется следующим образом Для чего мне идти в церковь? Да и правда, молодые люди скажут, пастор, а зачем идти в церковь? У меня на смартфоне есть все проповеди Если нужно прославление, я могу включить прославление Вообще у меня есть любимое прославление И я поэтому, когда хочу, тогда включаю его Когда у меня настроение послушать что-то серьезное, я включаю проповедь Когда мне хочется отдохнуть и отдыхаю Какая разница? В 10 утра я включу онлайн Или я, может быть, включу в записи проповедь Какая разница? И вы знаете, для молодых людей в действительности Им кажется, что нет никакой разницы абсолютно Присутствую ли я физически, или я просто виртуально Просто я вот здесь вижу, смотрю И я же ведь точно так же могу пережить Бога Я хочу сказать вам сегодня, что насколько мы не замечаем Как определенные библейские концепты и те слова, которые записаны в Библии Мы так незаметно чуть-чуть делаем подмену И мы даже, может быть, и не особо обостряемся на этом Помните, Иисус сказал, Он сказал так Где двое или трое собраны Давайте скажем вместе Собраны, собраны во имя Мое И я среди них Где двое или трое собраны во имя Мое В другом месте написано, Бог говорит, я живу на высоте небес А также со смиренным и сокрушенным сердцем Чтобы оживлять сердца смиренных и сокрушенных И Бог говорит, я живу Он избрал в то время, в Старом Завете, место, которое называется Святое святых Он говорит, я там пребываю И Он сказал, скажи народу, сказал это Моисею Чтобы они приходили ко Мне Чтобы они приносили свои сердца, свои дары Приходя в храм, в Дом Божий Вы скажете, сегодня я храм Святого Духа И Дух Святой живет во мне И, конечно же, богословски, теологически Вы сможете обосновать, почему вы просто останетесь дома И присутствие Божие, которое наполняет всю Вселенную Будет тоже дома И вы точно так же можете помолиться, как вы помолились в церкви И все же существует огромная разница Между тем, что имел в виду Иисус, когда сказал Я создам церковь мою, которую врата ада не одолеют И виртуальным твоим поклонением Господу Или молитвой наедине Существует огромная, огромная разница между этим Я хочу дать вам несколько текстов из Священного Писания У меня сегодня три пункта И я попытаюсь двигаться достаточно быстро Потому что так многое, что хочется сказать И из 15-го Псалма я хочу предложить вам третий стих Здесь Псалом Давида, который он написал В этом Псалме Давид, анализируя свою жизнь, говорит такие слова Межи мои прошли по прекрасным местам И наследие мое приятно для меня Это шестой стих То есть он как бы оглядывается назад и он говорит Моя жизненная дорога Или Бог так вел меня, что я могу сказать, что это прекрасные места То, что я оставляю после себя Он был уже старичком, когда писал эти слова То, что я оставлю после себя Это радует, это приятно мне Это вдохновляет меня А вот третий стих Выше поднимемся, чтобы понять Каким образом он так прожил жизнь, что оглядывается назад И ни о чем не сожалеет А напротив, говорит, мне приятно Мне приятно И вот третий стих К святым, которые на земле И к дивным твоим К ним все желание мое Я не знаю, осознаешь ты это или нет Это крик души Это внутренний мотив Это глубинное состояние сердца Когда он говорит Вот в чем секрет Все мое сердце Все мои желания и мысли И чувства мои Они направлены кому? К святым К моим драгоценным братьям и сестрам Если бы он жил в наши дни Он бы сказал К церкви Все мысли мои вокруг Бога Вокруг Его Слова Вокруг церкви К святым Которые на земле Он называет их дивные твои Знаешь ли ты, что ты дивный И я тоже дивный Мы вообще дивные Мы не странные Но мы дивные То есть люди смотрят и удивляются нам К дивным твоим Говорит Давид Прям я аж умиляюсь Когда думаю, как он написал Как он подобрал К дивным твоим К ним все желание мое Обратите ваше внимание Все желание мое Не только в воскресенье приду Не только иногда А, церковь, да-да-да, я христианин Все желание мое И когда работаю на работе И когда я покупаю что-то в магазине И когда я с детьми И когда я где-то с друзьями И когда я на отдыхе Где бы я ни был К святым твоим К дивным твоим Все желание мое 26-й псалом Тот же человек Давид Он говорит в 4-м стихе Одного просил я у Господа Того только ищу Чтобы пребывать мне В доме Господнем Во все дни жизни моей Созерцать красоту Господню И посещать храм Его Как удивительно У него дворец Он ни в чем не имеет нужды Он вообще один из самых богатых людей На планете Земля Он не проиграл ни одной битвы В нем В нем одном Сосредоточено Ну столько мудрости Столько понимания жизни Вообще И вообще он сам по себе Просто уникальная личность И он мог бы делать Все что он захотел бы делать И однажды он это и сделал Когда все пошли воевать Он дома остался Расслабился Это было падение его Но вот он говорит Знаете Я скажу вам Я только об одном прошу у Господа Только того ищу Чтобы пребывать не в доме Господнем Во все дни жизни моей Созерцать красоту Господню И посещать храм Его Есть отдельная тема Огромная тема Называется красота Господня Ты когда-нибудь думал об этом? Красота Господня Скажи я его никогда не видел вообще И чтобы даже Чтобы даже думать такими категориями А что Бог может быть красивым Или некрасивым А так вообще можно думать А Давид думает И он говорит Созерцать красоту Господню Посещать храм Его Друзья Не зря Иисус В своей первой проповеди сказал Ищите прежде всего Царство Божьего И правды Его И все остальное Приложится вам А Давид В 121-м Салме говорит Возрадовался я Когда сказали мне Пойдем В дом Господень Я знаю Вы сегодня Лучше одежду одели Вы встали пораньше Вы сказали Как раньше Как тогда Когда я Бога переживал Я в церковь иду Я так рад Я так рад Сегодня мы вместе соберемся Мы снова увидим лица Друг друга Мы снова будем Поклоняться Господу Вместе В одном собрании И это просто Удивительно Друзья Я хочу дать вам Три причины Почему Я считаю Что церковь Очень важна Прежде всего Я действительно Убежден Что нет Лучшего места На земле Чем место Где собираются Братья и сестры Вместе Где молятся И где поклоняются Богу Чем Церковь Божия Нет Лучшего места На земле И церковь Для меня Очень важна Она Действительности Очень Очень Много Значит И я хочу Сказать о том Что Есть много причин Почему церковь Много значит Не только для меня Но также и для тебя И я выделю сегодня Три причины И Одно из них Это место Где звучит Слово Божие В церкви Божией Провозглашается Истина В церкви Божией Звучит Вечное Старое Но очень Насущное Евангелие Такое же Древнее Как может быть Ты даже и представить Не можешь Скажешь Ему 2000 лет уже Что оно может сказать Сегодня Современный мир Другой А солнце Ведь тоже старое А мы Утром поднимаемся И говорят Солнышка маловато А когда пригреет Нам так хорошо Весна Вот уже весна Тоже старое солнце Старое Старое Тысячи лет Солнце А так насущное А так нужно Для нас Слово Божие Оно не только Древнее Оно сегодня Насущное Оно все так же Востребовано Оно все так же Необходимо Особенно в этот Постмодернистский Сезон Или век Когда Мнений так много И люди теряются Где же истина Ты прав И ты прав И ты прав Который говорит Что вы не можете Оба быть правы Потому что вы друг друга Просто аргументами Ну Уничтожаете И у вас противоположны И ты прав Релятивизм Мнений Нет никакой истины Вообще А кто сказал Что нужно так вести себя А кто сказал Что это грех А что такое грех Это вы так думаете Что это грех А мы так не думаем Что это грех А какая разница А я так хочу А я так себя чувствую А могу я так себя выразить А может быть я хочу Вот это попробовать А может быть я хочу Вот это попробовать А кто сказал Что я должен Взять Слово Божие В основании Своей жизни День за днем Неделя за неделей Служение за служением Если ты приводишь Своих детей В церковь Здесь они слышат Слово Божие И фундамент Который закладывается В их жизни Библия сказано Оставь юношу В начале пути его Когда он состарится Он не уклонится Это фундамент Это основа Для благословенной Счастливой жизни Здесь В церкви Звучит истина Здесь С кафедры Проповедуются Божие слова Не в человеческие сказки Не в выдумки Проповедник Выходящий вперед Стоит пред Богом И он открывает Священное Писание Он читает Библию Такую же насущную Сегодня Как и много Лет тому назад Я процитирую вам Слова Псалмоперца Он сказал Слово Твое Светильник Ноге моей И свет Стези Моей Друзья Хочу сказать Что в жизни нашей Нам нужно Слово Божие Нам нужно Слово Божие Когда мы Подрастая Выбираем Профессию Сколько людей Говорили мне И вы знаете Таковых Которые говорят Да что мой институт Я не работаю По этой профессии Не нравится мне это Куда мои годы ушли Лучше бы я чем-то Другим занялся А как ты выбирал Эту профессию Так как выбирал Никак не выбирал Ну вот так вот получилось Там отец сказал Кто-то еще Как-то что-то Не было мест Или другие какие-то Причины Когда мы Хотим жениться Выйти замуж Нам нужно Слово от Бога Когда мы Меняем место Жительства По взгляду Учей Библии Столько примеров Когда родители Смотрели Здесь плохо жить Здесь холодно Например Или голодно Помните историю С наименью Это история О семье Которая увидела Что здесь голод И они пошли В другой народ Почему? Потому что там Есть хлеб И спустя годы Она возвращается Одна И с ней только Невестка Похоронила мужа Похоронила Двух сыновей своих И одна невестка Вернулась обратно Она возвращается Одна Разрушенная Пустая А ведь так хорошо Все начиналось А ведь сыновья Пошли за мамой Они даже И не сообразили Что что-то не так Ну то же естественно Здесь кушать нечего А там есть что кушать А в Библии Есть история Где Бог говорит Одному Исааку Одному человеку Он говорит Никуда не ходи Никуда не ходи Я тебя здесь Благословлю Здесь благословлю Там потом написано Что он сеял в тот год Точно так же Как и другие люди А пожал В сто раз больше Можете представить себе В сто раз больше Вот здесь поле И вот здесь поле А что на этом поле Такой урожай А что с этим человеком А что за секреты у него А никаких секретов нет Особенных секретов у него Он просто Он остался И стал верить Богу Чтобы он благословлял Он просто молился Он просто Богу доверял не шел, не искал лучшее место. Я к тому, что нам нужно Слово от Бога. Нам нужна воля Божия. Воля Божия в принятии ключевых решений. Воля Божия на протяжении всей жизни. В церкви вы можете услышать голос Божий и волю Божию. Второй момент, который очень важен для меня, почему я хожу в церковь, потому что в церкви проявляется сила Божия. И я, пожалуй, сегодня хочу остановиться на этом аспекте и немного больше посвятить времени, чтобы раскрыть это. Я вырастал в церкви, где была сила Божия. На самом деле, много не так. До 13 лет я рос, и так как у меня дядя был баптистским служителем, я постоянно посвящал баптистскую церковь. Мне очень нравились проповеди. Они были всегда логичны, они были всегда аргументированы. Я всегда чувствовал мысль, развитие, окончание, структурированные, и я мог ее запомнить. И я полюбил Библию очень сильно, потому что они всегда начинали проповедь с Библии, они читали какой-то текст из Священного Писания, и потом его разворачивали, как файл. Ты берешь, кликаешь, раз, и он разворачивается у тебя. И ты просто ныряешь туда. Оказывается, ты просто через один текст вошел, а там целая панорама. Но потом в 13 лет, это был 1980 год, необыкновенным образом в Советском Союзе, в Эстонии, в городе Таллине, Дух Святой сошел на одну церковь, где было вообще-то семь церквей, собрались вместе. Советская власть собрала вместе семь разных динаминаций, разных взглядов богословских пасторов и церквей. И они пришли к тому, что они просто встали на колени пред Богом. Мы не знаем, как вести церкви наши. Мы не знаем, как дальше двигаться. Нам нужен ты, Господь, нам нужен ты, Бог. И в это время сошел Святой Дух. Сошел необыкновенным образом. Знаете, когда сходит Святой Дух, это слышно. Это слышно. Мне нравится, как Рен Канбонки говорит, вы любите тишину? Идите в то место, где всегда тихо. Пойдите на кладбище, пройдитесь по рядам, посмотрите, здесь вечная тишина, здесь закопаны мечты, надежды, какие-то планы оборваны, какие-то слезы здесь, которые пролиты преждевременно или безвременно. Почитайте, почитайте надписи. Постойте здесь. Вы хотите видеть жизнь, где она рождается? Пойдите в роддом. О, там кричат, там дети плачут, там мамочки кричат, они рожают. Но там начинается жизнь, там начинаются судьбы. И мне очень нравится, когда церковь не является просто такое место проповеди, и как семинария. Вы знаете, у Яна Гуса, известного реформатора еще вот тех веков, средневековья, был сезон в жизни, когда он ставил кафедру вечером в старом городе, где он жил, и просто читал Слово. Он был переполнен Библией Словом Божьим. При этом он не брал никакой ответственности, ничего больше не делал, он просто выдавал информацию из Библии. Собиралось много народа, и они говорили, Ян, давай сделаем церковь, Ян, давай будем молиться обезлиянии Духа Святого. А он говорит, не-не-не, я читаю Библию, я вам Слово говорю. Это хорошо, но это как одно крыло, ты не можешь подняться, потому что Слово, оно где-то в разуме, оно внутри тебя оседает, но тебе нужно что-то больше этого. Тебе нужно прикосновение Божие, которое может все изменить в один миг. И эти братья приехали в церковь, в соседнюю церковь, ни в Баптистскую, ни в нашу церковь, где я ходил, они приехали в соседнюю церковь, но весь город говорил об этом. Весь город шумел и говорил, что там что-то произошло. И я пошел туда, и Бог крестил меня Святым Духом. Никогда не забуду переживание, когда, что со мной? Это эмоция, наверное. Нет, но это больше, чем эмоция. Да я не хочу плакать, а я плачу, да я не хочу переживать, а я хочу, наверное. Знаете, что интересно, после этого так хорошо на сердце, так внутри хорошо. Все вопросы как-то по-другому, как будто тебе очки вставляют другие. Ты смотришь по-другому, и ты видишь по-другому многие проблемы. Там, где ты обострялся, где у тебя зло подкатывало, где тебе хотелось решить там по поте. Да это несправедливо, это то. Все по-другому. Господь крестил меня Святым Духом. И после этого был целый сезон моей жизни. То, что я называю сезон сверхъестественного. Сверхъестественного. Я прочитал это в Библии. Написано, что когда сделал Моисей скинию, то облако и слава Господня пришли в то место, и священники не могли войти. У вас такое бывает или нет? Вы не можете войти. Вы не можете войти. А что случилось здесь? Кто-то дверь закрыл? Нет, дверь открыта. Вы не можете войти. Почему? А там слава Господня. А там облако славы Господней. А когда храм построили, то священники стояли, они исполняли все, что нужно. Но потом, когда слава Господня сошла, сила Божия сошла, они не могли стоять. Они были уже там. Они не могли стоять. Что они делали? Не объясняется. Может быть, они лежали. Может быть, они подорвались, как-то там летали. То есть, не знаю. Но они не могли стоять. Они не устояли. При славе Господней сверхъестественное прикосновение Божие. Церковь – это место, где Бог исцеляет раны твоей души от предательства, от измены, от безотцовщины, от трудного детства, от тех всяких болезненных моментов насилия, какого-то тревожного прошлого и убирает всякое проклятие, сламывает его сверхъестественным образом и вместо этого благословляет тебя. Это происходит в церкви. И только в церкви. Недавно я принимал испыть одного молодого человека. Он рассказывал про свою жизнь. И он рассказывал, как с детства, сколько зла и насилия было совершено над ним. Он не мог спокойно рассказывать. Он плакал и плакал и плакал. Он сказал, я никому не открывал эти секреты. И я молился о нем. Сила Божия она убирает всякое проклятие и дает благословение. Это происходит, когда Дух Святой действует в церкви. Это не происходит просто так. Вот я так решил. Это не уровень ума. Это глубже. Ты по уму все понимаешь. Ты прощаешь. А потом тебя накрывает волна и ты в ней. И ты снова плачешь. Ты снова чувствуешь себя одиноким вообще. Ты плачешь. А потом едва ли выбираешься с этого состояния, уныния, депрессии. Что со мной случилось? Опять картина какая-то перед глазами. Как уйти от этого? Я простил. Я простила. А не можешь уйти? Я чуть-чуть, если позволите, на этом хочу остановиться, потому что моя главная мысль здесь, вот в этом слове, что церковь – это место проявления силы Божией. Без силы Божией мы очень хорошие люди. Мы богословски подкованные люди. Мы интеллигентные люди. Мы вот потихоньку меняемся, но только сила Божия проникает в глубину и меняет твой весь внутренний мир. Только сила Божия изнутри дает тебе победу против греха. И ты говоришь, я не знаю, как это работает, но я не хочу ни пить, ни курить, да и ругаться я, мне не ругается. Вы меня простите, но что-то случилось. Вы просто помолились здесь. Что-то произошло со мной. Только сила Божия, коснувшись, сломает всякое ярмо, рабство и уныние, и проклятие. Друзья, позвольте мне буквально 5-7 минут. Хочу говорить о том, что в Библии 143 раза используется слово проклятие. Это очень серьезное слово. Причем, самое интересное, что впервые оно прозвучало из божьих уст в Едемском саду. И как только грех вошел, Бог сказал, сказал змею, что он проклят. Адаму Бог сказал, что земля проклята через него. Потом был проклят Каин, потом первый убийца, ну, он был первым убийцем, потом Хан, или Ханаан, сыновья, сын Ноя, следующее поколение Ноя. Фактически, это слово, которое встречается в разных сезонах жизни в Библии. И в противовес этому, благословение в Библии 522 раза используется, в 3,5 раза больше. Мне это сильно нравится. На всякое проклятие есть 3,5 раза Божье благословение. Понимаешь или нет? Ну, тебе надо прийти к этому через силу Божию, которая высвобождается в церкви и которая сламывает проклятие. Словом проклятие заканчивается Ветхий Завет. В Малахии 4,6 написано Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам и, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Хоп! Последнее слово и стоит точка 400 лет молчания. Последнее слово Старого Завета. А чем заканчивается книга Откровений? Написано «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Я не знаю, что ты думаешь об этом, но что-то произошло между Старым Заветом и Новым Заветом. В Старом Завете, что, чтобы я пришел, не поразил землю проклятием, а в Новом Завете нет ничего уже проклятого. Проклятие касается и детей Божьих. Есть мысль о том, что когда я прихожу к Иисусу, всякое проклятие снимается. Но я могу показать им, что в Писании это не так. Это спорный момент. Вы скажете, пастор, я хочу с тобой поспорить по этому поводу, потому что я пришел к Иисусу, у меня все, я стал новым творением. Стал новым творением. Это да и аминь, но не все сферы могли быть в действительности освобождены из Света Божьей. Еще нужно время и нужно твое правильное состояние пред Богом, чтобы проник во все уголки твоей души. Я хочу, ну, есть тексты и писания, которые могу подтвердить эту мысль, но я хочу сказать вам определение. Проклятие это душевный или духовный ущерб, повреждение, изъян, травма, причиненная словами, наследственностью или другим нефизическим методом. Еще раз, некая травма где-то в душе, травма, которую причинили человеку, причинили либо в результате наследственности, он родился с этим, либо причинили в результате слов или каким-то другим абсолютно нефизическим методом. несколько примеров. Девушка, который предлагал прекрасный парень, она не могла принять это предложение. И в конечном счете она вышла замуж за совершенно другого человека, который бил ее, голову разбил ей. Это истории реальные. И этот круг она не смогла разорвать. какой-то комплекс бесприданницы. Она чувствовала себя такой, какой-то я недостойная, да я не могу. Знаете, есть пословица «Не жили богато, нечего и начинать. Мои предки были бедными, и я буду таким». Мы все бедные. Я помню, встретился с одним молодым человеком, а он первым, что мне сказал, мы из бедного рода. Мой папа и моя мама, мы всегда были бедны. У нас никогда не было денег. Стоит молодой парень, такой метр девяносто, такой сочненький, красивый, такой, весь такой из себя. Я посмотрел на него, знаете, как самую дну, помазание божие, наверное. А он говорит, мы всегда такие бедные были, мы всегда, мы всегда не было денег, денег у меня нету. С этого началось наше общение. Может быть, вы слышали синдром проклятия Кеннеди. Возможно, вы знаете об этой известной семье. у них в роду к сегодняшнему дню известно уже о 22 ужасных трагедиях, которые происходят внезапно. Вот внезапно, все ровно, гладко, бабах, трагедия, откуда она взялась? Просто, ну, вот есть и все, трагедия. А может быть, есть люди, которые постоянно попадают в зависимость и не могут вырваться из нее. Чувствуете себя рабом, просто рабом привычки или обстоятельств, и уже внутри такая мысль, да со мной это всегда так происходило и будет происходить. Очень вероятно, что причиной вашей беды является проклятие, которое разорвать может только Иисус Своей силою. Сила Божия проникает вглубь до разделения души и духа, как Слово Божие, как обоюдоострый меч. Сила Божия Которая прикасается к человеку, она разрывает это проклятие. Друзья, пять путей, которыми приходит проклятие, перечислю просто кратко, но хочу остановиться на Библии. Проклятие приходит, ущербность, повреждение приходит через слова, наполненные злом, когда другой человек проклинает другого человека. Но я хочу сказать, что в Библии написано, что незаслуженное проклятие не сбудется. Поэтому, если кто-то кого-то проклинает, а тот человек не заслужил это, то это не сбудется. Но когда мы без Бога, то в Библии сказано, все согрешили и лишены славы Божией. И в Божьих глазах по-другому расставляются акценты. И Бог смотрит на людей, и они грешны. И если ты думаешь, я в этом не заслужил, у Бога правильные весы, Он знает, но ты не знаешь, в чем другом ты можешь в глазах Божьих быть заслуженным. И так, через слова, наполненные злом, через наследственность, родовые проклятия, через опыт, прошлый опыт, люди, которые пережили прошлый опыт. У нас был человек, которому мы раньше служили, который был снайпером в Афганистане, и он не мог освободиться от этого. И он подрывался ночью. Психологи бессильны, они работают на уровне ума, души, а здесь внутренний мир, здесь прошлый опыт и демоны, которые через это прикасаются к нему. И я помню, как мы служили этому человеку, и Господь пришел к нему через опыт, который не просто пережил, а наблюдал за пережитым. Есть много примеров на эту тему, когда сам человек не был в этом вовлечен, но он оказался свидетелем, либо через виртуальный опыт, то, что сегодня с молодежью происходит, то, что происходит сегодня с мужчинами очень сильно, в процентном отношении более 80% мужчин сегодня открывают порно-сайты, и потом они недовольны своей женой, и потом семейная жизнь, она трещит, и они думают, я просто попросил у Бога прощения, а потом ты снова скатываешься в это же самое русло, потому что тебе нужна сила Божия и молитва другого человека за тебя. Это мы можем иметь в церкви. Церковь Божия это место выражения силы Божией. Четвертая причина участие человека в демонических или каких-то духовных действиях, гаданиях, колдовство, цыгане, которые колдуют на улице и вы остановились, или гороскопы, другие какие-то моменты. И, наконец, пятая причина сам грех, который стал любимым для человека. Помните, Иоанн говорит о том, что есть грех к смерти, есть грех не к смерти. Грех к смерти есть другой перевод. Это мой любимый грех, он меня и приведет к смерти. Почему? Да я люблю его. Да я люблю, это моя тайная жизнь. И я ее там как-то там лелею. Если такой человек есть, у которого есть тайная жизнь, где у него что-то спрятано и есть свой спрятанный грех, этот грех приведет его к смерти. Поэтому тогда в тот день, когда мы пристанем пред Богом, будут люди, которые услышат эти слова «Отойдите от меня!» И там такое слово звучит из Иисуса Христа. Матфея 25, глава 42, 43, 41 стихи. Он говорит «Проклятые в огонь вечный!» Иисус говорит «Отойдите от меня!» Они предстали пред Богом, пред Иисусом. Они смотрят и верят, что они спасены. Он говорит «Отойдите от меня!» Я бы сказал «Поврежденные, ущербные, люди, которые никогда не позволили силе Божией пройти через них, чтобы они были очищены и освобождены, отойдите от меня!» «В огонь вечный!» Это Иисус сказал. Матфея 25, глава, прочтите дома. А вот текст, который я хочу оставить всем нам после вот этой части моей проповеди. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшей за нас клятвою, ибо написано проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова». Давайте скажем вместе «благословение Авраамова». Благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Аллилуйя! Я не знаю, понимаете вы это или нет, но здесь апостол Павел говорит «проклятие» Иисус взял на себя. Проклятие заканчивается у Креста. Когда ты смотришь на Крест и когда ты останавливаешь свой взгляд и ты говоришь «Господи, разорви этот заколдованный круг, Господи, вытащи меня от этой зависимости, Господи, я хочу остановить наследственные мои какие-то родовые вещи, какую-то ущербность, я хочу, чтобы мое мышление изменилось, я хочу обновление своего разума, я хочу остановить это проклятие, мне нужен ты», и ты смотришь на него с верою, и здесь апостол говорит, что после этого благословения Авраамова, когда его благодать, его сила Божия, которую ты жаждешь, она приходит к тебе, благословение Авраамова через Христа Иисуса распространяется и на язычников, у меня есть много текстов, которые говорят о том, что именно крест является силою Божией, апостол Павел говорит, я проповедую Иисуса Христа распятого, подожди, Павел, ты проповедуй воскресшего, распятый он был, после этого через три дня воскрес, но сила победы над дьяволом, над проклятием, именно это у креста, воскрешение это печать победы, но поражение дьявола, сломленность или ломка этого игоярма, который сделал тебя рабом, происходит у креста, апостол Павел говорит, я приду в церковь и я испытаю вас, я не буду слушать ваши слова возгордившихся, апостол Павел говорит, я его слова цитирую, чуть-чуть по-своему, по-русски, то есть он говорит, я приду и испытаю не слова возгордившихся, а что ты, Павел, будешь в нашей церкви смотреть, апостол Павел, знаете этот анекдот, когда там братья между собой там доказывают, он имел это в виду, он имел это в виду, он имел это в виду и вдруг приходит какой-то мужчина к ним и он говорит, братья, я вам скажу, что здесь, о чем здесь идет речь, и он говорит, вообще другой контекст, они говорят, ты кто такой, он говорит, я апостол Павел, они говорят, ты откуда, он говорит, мне Господь сказал прийти ему сказать, потому что вы далеко зашли, они говорят, иди, ты даже не понимаешь, что Павел говорил, ты не апостол Павел, даже если апостол Павел пришел бы к ним, они могут уйти так в сторону, поэтому апостол Павел, который является автором 1-3 Нового Завета, он говорит, я приду и испытаю, вот если бы к нам пришел сегодня апостол Павел, о, апостол Павел, дорогой, мы тебя, я тебя проповедовал, тут уже 30 лет, проповедую тебя, апостол Павел, что ты испытаешь у нас, а? Послушай мою проповедь. Он говорит, да я не столько проповедь буду слушать твою. Я хочу видеть силу Божию. Слышите или нет? Я хочу слышать свидетельства. Я хочу видеть, как вы изменились внутри. Я хочу видеть восстановленными поврежденных людей. Я хочу, чтобы ущербы, которые дьявол причинил людям в результате зла других людей, грехов, ярма какого-то, я хочу видеть, как эти ущербы, они убраны, они аннулированы. Я испытаю не слова, силу Божию. Слышите меня или нет? Вот почему я люблю церковь. Потому что здесь я плачу. Потому что здесь сила Божия приходит. Потому что здесь я не играю никогда ни в что. Мы не играем в церковь. Мой Бог знает меня насквозь. Он знает все движения моих мыслей. Он знает тебя полностью. Церковь Божия. Это место присутствия Божьего. Третий пункт. Я кратенько скажу, мое время вышло. Церковь. Это место, где мы пропитываемся любовью. И несем эту любовь в этот мир. В тот раз я говорил это слово. Иисус говорит, я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется. А в другом месте он говорит, придите ко мне все. Труждающийся, обремененный, я успокою вас. Возьмите иго мою на себя. Ибо иго мое благо. Бремя мое легко. Научитесь от меня. Я кроток и смирен сердцем. Не найдете покой душам вашим. И вот мы такие пришедшие. Получившие исцеление от всяких повреждений. Не знаю каких там родовых или там каких-то. Мы вот такие у креста склонившись. Просто получили это. Получили новый взгляд на жизнь. Получили мечту от Бога. Идти служить Ему. И остались. Так нам тут хорошо. Нам просто хорошо здесь. А Иисус говорит, я дверь. Войди через меня. Но войди через меня. Получи все, в чем ты нуждаешься. Свободу от проклятия. От всякого ярма. Получи. Переживи силу Божию. Слушай слово мое. И выйди. И выйди. Любовь. Превыше всего. Божья любовь. Сегодня день, когда мы вспоминаем о любви. Есть Божья любовь. Который изливается в сердца наши Духом Святым. И церковь не только о тебе и обо мне. Это и о людях. Среди которых мы живем. Это о многих других. Которые барахтаются в этом замкнутом круге. Не могут вырваться. Разбитых судеб. Рассорванных отношений. Одиноких мам. Которые плачут тихо в подушку. И говорят, ты не слышишь меня. У меня никого нет в жизни. Я одна поднимаю детей. Здесь церковь. Церковь. Это люди. Наполнены любовью. Которые идут. Которые идут. И несут эту любовь. Вот почему тебе нужно быть частью церкви. Здесь Слово Божие. Здесь сила Божия и свобода. Иисус говорит, что если Сын освободит, вы истинно свободны будете. Не притворно. Истинно свободен. По-настоящему свободен. По-настоящему свободен. Субтитры подогнал «Симон»